Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об автомобиле Джеймса Бонда и избавлении от ржавчины. Хорошие новости для тех, у кого много денег. В России начался прием заказов на уже успевший стать знаменитым Астон Мартин DB11. Внешне он очень похож на модель DB10, которая была создана специально для съемок фильма «Спектр», главным героем которого являлся Джеймс Бонн. Купе оснащается двигателем объемом 5,2 литра. Он выдает внушительные 608 лошадиных сил и 700 ньютонов крутящего момента. Сколько он потребляет топлива, не знает никто. Зато динамические характеристики нам известны. До сотни DB11 разгоняется за 3,9 секунды. А максимальную скорость ограничивать не стали. И она составляет 322 км в час. Производство автомобилей для нашего рынка начнется в конце года. Все потому, что их необходимо оснастить системой Aero Glonass. Первые автомобили придут к нам летом следующего года. А всего британская марка планирует продать 10 купе. Чтобы приобщиться к прекрасному и почувствовать себя агентом с двумя нулями, нужно выложить скромные 15 миллионов рублей. Кстати, один заказ из нашей страны уже поступил. Вот хорошо, когда у кого-то все хорошо. Все мы знаем из интернета, что американская газировка приносит не только вред желудку, но и определенную пользу для народного хозяйства. В сети полно роликов, где при помощи различных напитков удаляют налет с медного таза, чистят бабушкины ложки и выводят сложные пятна с одежды. Но это все детские забавы. Живет в сильной и независимой Латвии один пенсионер, у которого есть старенькая Audi 80. Насмотревшись роликов про волшебные свойства колы, он решил с ее помощью избавиться от коррозии на кузове своего автомобиля. Недолго подумав, а точнее не подумав совсем, он выкопал в поле огромную яму, на дно которой он уложил полиэтилен. Дальше он поехал в ближайшее Сильпо, где купил 12 тысяч литров колы и 40 килограмм соды для пущего эффекта. Все это хозяйство он вылил в яму, куда на бешеные скорости влетел, превратив автомобиль в металлолом. Справился ли он с ржавчиной, нам выяснить так и не удалось. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин